До 7-го листопада телерадиокомпания Гродно подшиня вяшшанне у HD-формате. Про это поведомил старшиня бел телерадиокомпании Иван Эйсмант подчас рабочей поездки у областный центр. Умежах визиту керавника Галлоунного медиахолдинга краины наведу областную студию телебачення, где сострылся с коллективом и принял уделу субботнику. На посаде старшиня бел телерадиокомпании Гродинскую ТРК Иван Эйсмант наведуя у першиню. Цекавила керавника организация вытворчага процессу. Темболь, что областная студия находится литерально на порозе технологичной революции – переходу на HD-вяшшанне. До слова «Сигнал высокой якости» телеканалы БТ почали давать с 30-х высоковекам. Наступный крок за региональными студиями. Як прогучала высокоякостную картинку, телерадиокомпания Гродно почне транслировать до 7-го листопада. Пероходу на HD будет попередничать грунтовный процесс подрыхтолки с техничным переузброением. Сродки на закупку адмысловых обсталяваний будут выделены из инновационного фонда. И своим особливым символом нового телебачения станут молоденькие туи. Их Иван Эйсмант разом с коллективом ТРК Гродно посадил в знакомитом саде, який вось уже некольки десяти годзил в прихожевую Гродинскую студию. До слова «Сюлита» областная студия означает 50 год створения. Додадим, что при нем они для старшини Белт или Радиокомпании являются родным домом. Тому субботник и посадка Дрилцел для Ивана Эйсмонта прошли соправды на Малой Радиме. Мой дядя когда-то работал здесь на Гродненском радио. И я сюда маленьким мальчиком очень часто приходил и помогал. Ну, вернее, наблюдал за тем, как еще в те времена он склеивал пленку. Таким образом готовились репортажи, конечно, с тех пор прогресс вперед шагнул. Большое для меня событие то, что я посетил телекомпанию в Гродно. И замечательная идея в этом году провести субботник каждому у себя на Малой Родине. Я тоже не мог остаться в стороне. И вот сегодня здесь в Гродно посадил дерево. Это такой мой маленький вклад, так сказать, в озеленение своего любимого города. Продолжение следует...